Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. Друзья, всем прекрасного настроения. В эфире программа «Наша всё» Андрей Казицкий и Ульяна Жугла. Всем привет! Дарите друг другу улыбки и подарки. И не важно, что мы сейчас находимся не в Великобритании, в Австралии, Новой Зеландии или Канаде, а в нашем любимом Уссурийске. Вот ключевое, что любимым. День подарков там отмечают на следующий день после Рождества, 26 декабря, а иначе сегодня. Но мы тоже сюрпризы любим, да, Витя Андрей? Ну, естественно. Да? А лучший сюрприз, подарок, сделанный своими руками, я считаю. Ну, ты мне так всегда говоришь, что на протяжении 7 лет нашей дружбы и ничего, и не даришь мне деньги. И на этот раз это будет венок. Давай, что, венок? Венок и все материалы нам любезно предоставила наша творческая помощница Наталья Кравцова. А вот это, кстати, тоже ручная работа, изготовленная моей однокурсницей Айгуль. Отлично. Ей тоже привет. Но, в общем, сейчас мы будем украшать. Пока горячий пистолет нагревается и нас подставляет, и не хочет никак вылазить, давай вот под солнышко будет у нас такой осенне-зимний. Можно мне любой брать? Осенне-зимний, да, Уля. Осенне-зимний. Вот, смотри как. Понимаешь, у кого есть чувство вкуса, так это у меня. Можно украшать такие венки чем угодно. Вот, все, уже, уже праздничный венок. Глядите. Нет? Так? И еще бы шишки нам вот сюда. Еще бы шишки нам бы сюда приклеить. Но ничего, мы можем... Что мы только не можем, друзья? Что мы только... Ну, если у вас есть человек, который вам как бы, в принципе, и сильный, и не друг, то вы можете попросить его, чтобы он весь Новый год держал шишки на венке вот так вот и стоял посреди вашей комнаты. Ой, знаешь, пока мы будем с тобой разбираться с этим горячим пистолетом, я предлагаю нашим зрителям вспомнить добрым словом нашего генерального партнера строительную компанию «Водострой». Мечта каждой семьи – своя просторная квартира. Строительная компания «Водострой» воплотит мечту в реальность. Квартира в готовых и строящихся домах в Уссурийске по действительно доступным ценам. Возможно приобретение в рассрочку или ипотеку. Компания «Водострой» – ваш надежный застройщик. Друзья, за время того, что мы смотрели нашего партнера, смотрите, как уже богато украшен наш венок. Это все Ульянин и Золотые ручки. Хендмейт, ручная работа. На самом деле рождественский венок, в него вкладывает огромный духовный смысл, потому что вот круг – это символ вечной жизни, а зелень, если он сделан из зеленых веток, то это цвет жизни. Ну, знаете, кто-то скажет, что рождественский венок – это чуждая православию традиция, но, знаете, и в наших храмах иконы к празднику украшают нарядными еловыми композициями. А зимние венки были в почете у наших древних, древних славян, и под Новый год они сплетали по кругу мохнатые ветки сосны, украшали их с сухими колосьями, орешками, вешали над столом, как символ счастья и удачи. А потом появились декораторы. Древние славяне декораторы. Ну, знаешь, мы тоже с тобой сегодня как декораторы. Ну, вроде, знаешь, получается, и что так получается. Ну, знаешь, Ульяна, я все-таки хотел бы на Новый год получить, может быть, все-таки телефон, может быть, планшет. А не венок? Ну, нет, ну, не венок, конечно, очень круто. Но представь, да, вот я такой на светском вечере, все такие с телефонами, и я такой захожу, говорю, ну что, щиглы. Погадаем. Щиглы. Погадаем, по счастью. Девушка, машинку можно мне универсал? Так ты? На Суханова довезете? Ну да. Бесплатно. На умную технику ему подавай, да? Выбирай продукцию Apple или Xiaomi. Да, и то, и то, и то. Хорошо. Мне все нравится. Тогда запоминай адрес. Плеханова, 49, как раз это недалеко от нашего офиса. Там есть магазин iStudio, где продают внимание, обслуживают и дают гарантии на весь товар и аксессуары. Там есть Xbox? Есть. А гироскутер? Есть. А квадрокоптер? Есть. А GoPro? Тоже есть, там есть все. Даже весы, которые подсчитают твои калории. Ну, мне нужно трое весов тогда, чтобы уж точно подсчитать. Там такие умные весы, что одних хватит. Не веришь? Давай посмотрим весь ассортимент. Такие умные весы, что тогда точно не говорят, хватит жрать. Остановись. Посмотри лучше сюжет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok 26 декабря 1783 года Луи Ленорман впервые с парашютом удачно спрыгнул с крыши дома. Было это в Париже. И вот спустя 234 года в Уссурийске в эфире программы «Наше все» Максим Резников, инструктор по парашютно-десантной подготовке. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли. Рассказывайте про свой первый прыжок. Как это было? Было это весной 1994 года. В 1993 году я пришел в парашютный клуб города Уссурийска. Здесь он назывался «Вертикаль». Руководителем был Егоров Виктор Калистратович. Прошел курс подготовки. Сдал зачеты в апреле 1994 года. И уже в мае… Вы были студентом, школьником. Это было после армии или как? Я был школьником. Я был школьником, да. Почему захотели летать? Очень подходило время служить в армии. Очень сильно хотел попасть в ВДВ. Кто-то из знакомых сказал, что шанс увеличится, если будет определенное количество прыжков с парашютом. То есть можно уже в этом возрасте? Сейчас эта практика сохранилась? Конечно, сохранилась. С 14 лет при весе не менее 50 кг. Вы можете смело… С разрешения родителей. Да, с разрешения родителей. И прийти, записаться в аэроклуб в любой. И прыгнуть с парашютом. Мне очень нравится, что у нас есть представители именно в городе Уссурийске. Я знаю, что вы у нас еще руководитель парашютной секции Уссурийска. Да. Кого принимаете? Есть ли ограничения? Ограничения? Вес. Вес должен быть однозначно не меньше 50 кг. Это если человек будет прыгать самостоятельно. Возраст не менее 14 лет с разрешения родителей. По верхним пределам возраста у меня есть практика, где я прыгал в тандеме с человеком, у которым было 70 лет. 70 лет? Да, 70 лет дедушкой. Кстати, по поводу тандема у нас есть соответствующее видео. По цифре 5 прошу режиссера включить. И вот сразу у меня встречный к вам вопрос. Слышала, что в тандеме прыгать очень опасно, и первый прыжок желательно совершить одному. Вот как вы считаете? Ну, это спорный вопрос, я бы сказал. Все зависит от желания пассажира. На этом видео сейчас у нас юный армеец из города Уссурийска по имени Матвей. Учится в 32-й школе. У него очень интересный прыжок получился. В плане того, что прыгал он на сенсете, это на закате. И одновременно, если вы посмотрите на видео, видно одновременно и солнце, и луну. Выпрыгивали мы в сложных метеоусловиях. Для этого прыжка пришлось, скажем так, пристреляться, поговорить с пилотами, смогут ли они нас выбросить именно в точку приземления. Качественно выбросить, чтобы мы никуда не промахнулись. То есть сделали контрольный прыжок, после чего прыгнули. Матвей сам захотел. Поехал очень далеко вместе с нами. Это было в районе под Спасском, ой, под Партизанском. То есть... Ну, вам пришлось приметиться, знаешь, что сначала самим спуститься. Да-да-да, пристрелять. А потом уже вместе с ребенком. Да, уже с ребенком, да, принять решение. Были сомнения очень большие, но приняли. Ну, так все-таки в тандеме первый прыжок или нет? Или это очень индивидуально и так само? Это индивидуально, скажем так. Но я бы советовал в тандеме. Почему? Ну, во-первых, высота, падение. Выше? Выше, да. От не меньше двух с половиной тысяч. Это сколько ты минут летишь? Мы сейчас взяли практику. Прыгаем от трех тысяч и три с половиной. Ну, это порядка 45 секунд свободного падения. Если прыгать самостоятельно, ну, это в свободном падении займет секунды 2-3. Ну, плюс еще под парашютом там снижаешься порядка двух минут. В общем, чтобы больше удовольствия получить, ты же важен в тандеме. Да, больше удовольствия будет в тандеме. Насколько безопасный вид спорта? Потому что, ну, понятное дело, многие, кто занимается каким спортом, тот про этот вид спорта и говорит, что он точно безопасный и так далее. Вид спорта безопасный? Относительно безопасный. Если бы не несколько дисциплин, уже как бы профессиональных, это такие, как свуп и бейсджампинг. Свуп — это скоростное пилотирование парашютов, а бейсджампинг — это прыжки с неподвижных объектов. Это мосты, башни и так далее и тому подобное. Сам парашютный спорт зародился, сам парашют изобретен был для спасения человека. То есть отсюда изначально люди использовали его как средство спасения. Выпрыгивали с самолетов и так далее и тому подобное. Это уже дальше, в дальнейшем пошло развитие парашюта техники, где наша страна приняла непосредственное участие в этом всем. И можно считать, что это безопасное из спорта. Парашют изобретен для того, чтобы он раскрывался. Все вот эти вот казусы, которые происходят, нераскрытие там, отказы полные частичные, это все повинять самого человека, укладывающего парашют. А как-то сам человек, который пришел впервые прыгнуть, он может проверить или он все равно ничего не поймет? Почему? Человек, прежде чем самостоятельно, мы сторонники, по крайней мере, у нас в аэроклубе, чтобы люди занимались. Да, у нас есть программа, человек может прийти, там, три с половиной часа позаниматься и совершить уже прыжок. Но есть более углубленная программа подготовки, где человек сам укладывает парашют, ему показывают все этапы укладки, все этапы проверки. То есть он уже начинает понимать, где что не так, где правильно, где неправильно. Опять же, он, когда этап проверки проводит, зовет инструктора, инструктор просмотрит этап проверки, посмотрел, что все хорошо, все правильно, и дает ему команду продолжать парашют укладывать дальше. То есть залог безопасного полета – это то, как уложен будет парашют. И самодисциплина. Самодисциплина. Отлично. Вот получается, что вы старшеклассником, будучи, совершили свой первый прыжок и не смогли остановиться? У вас уже сколько прыжков? У меня порядка 1400 прыжков. Что? Больше. Что вами движет, мне интересно знать? Потому что у меня была возможность спрыгнуть, я не смогла себя пересилить. Вот что движет вами, у кого уже за 1000 прыжков? Для чего? Мне нравится этот вид спорта. Мне нравится развиваться. В нем можно развиваться бесконечно. У нас столько много дисциплин. Например, как развиваться? Акробатически делать какие-то трюки, наверняка. Есть, кстати, видео, можем показать про акробатику в воздухе. Да, групповая акробатика. Мне очень нравится этот вид спорта. Я выступал в таких дисциплинах, как двойки, пятерки, шестерки. Также я участвовал в рекорде России, попытке рекорда, постановке рекорда России в 19-м году. 222 человека. Сейчас мы добились всего лишь на всего достижения национального. Это 207 человек. В следующем году группа людей будет пытаться повторить этот рекорд. 12-го года. Поэтому очень хороший вид спорта. Можно развиваться. Можно развиваться. Вот на видео, видите, сейчас ребята тренируют скоростной сбор фигуры и перестроение. Они так долго находятся без парашюта в воздухе. Ну, высота соответствующая. Здесь на видео высота порядка 4000 было. И вот, пожалуйста, дисциплина. Очень популярные в интернете ролики, где женщины первый раз прыгающие с парашютом истерично кричат, плачут, мамочку зовут. У вас на вашей практике было бы что-то такое безумное от новичков? У меня совсем недавно мы девушке из Владивостока подарили видео, смонтировали видеоролик. Я напрягал со мной в тандеме. Там настолько была эмоциональная девушка. Ну, просто позитивная. Там прямо на видео видно, как она руками машет, показывает там, что у нее там все хорошо. Когда приземлились, она там... Была такая буря эмоций. Это было летом. Ну, просто как будто салют-фейерверк рядом разрывается. Но есть такое, что новичок наоборот мешает. Бывает и такое. Есть и такое. Что они делают? Что они нужно делать? Вот к чему нужно быть готовым? Что вот ты настраивай себя просто лететь? Ну, прежде всего, нужно заранее, скажем так, понять, нужно тебе это или нет. Никого не слушать, кроме инструктора. Инструктор тебе расскажет, как правильно соблюдать определенный алгоритм действий при совершении прыжка. Начиная от одевания парашюта, заканчивая приходом на старт после совершения прыжка. То есть, как все... Не надо никого слушать, чтобы рядом не говорили. Какие там советчики бывают? Иногда такие люди, которые там подумают, а ты это не делай, ты вот это сделай, так будет лучше. Не надо этого слушать. Ну, если уже идешь за инструктором, то, зная, вы идете на определенные угловки. И для тех, кто вроде как решился, но еще не до конца, вы можете его заговорить, как цыганка. Да, да, да. Что делать? Какие у вас там секреты? Был у меня такой момент, тоже девочка, у него папа военный, захотел, чтобы она прыгала с парашюта. Сперва самостоятельно. То есть, у него была возможность, он договорился, девочку одели, она пошла прыгать. Но в вертолете она отказалась. Она испугалась. Она увидела, как перед ней, да, выпрыгивает группа людей. Все, встала в стопор и не пошла. Очень долго пришлось по просьбе папы уговаривать девочку работать с ней, чтобы она совершила прыжок в тандеме. Пришлось, у меня оператор есть, как бы, мой родной брат Антон. Помощник. Да, помощник. Мы с ним договорились на определенного рода момента, скажем так, раздергать ее, разболтать. То есть, пока я с ней разговариваю, он одевается, свое снаряжение поджимает, подгоняет. Потом, когда он одевается, я с ней разговариваю. Вот так вот до самого... Она уже не замечает, как она уже в тандеме закрепленная, да? Вели разговор до самого выхода из вертолета. До самого, до самого крайней. Уже в самый последний момент мы с ним договорились, что он выходит к двери, к рампе. Мы выпрыгивали в рампу. И после чего я, начиная движение, не останавливаясь, выпрыгиваю в рампу. Перед этим я ее попросил просто, чтобы она ручки держала под подвесной системой пальчиками. И никуда ничего не делала, ни локтями, никакие воды не давала. Девочка послушалась, мы ее заболтали, и мы вместе с ней так и выпрыгнули. Сейчас готовится видео, очень хорошее получится. В принципе, девочка жива, здорова, счастлива. Плакала, когда приземлились, целовала у нас всех, папу там благодарила безумно. Ну, сказала, что попробуют еще раз. Но уже спорт парашютный для женщин, как вы считаете? Да, очень много женщин прыгающих. Очень много, причем самых разных дисциплин, в том числе и скоростное пилотирование, и бейсджампинг, и групповая акробатика. Недавно наши девчонки в этом году ездили на чемпионат Европы, заняли призовые места за очень большой и длительный промежуток времени. Наши из Уссурийской девчонки? Нет, сборная России. Нет, Уссурийские есть как бы девочки, рекордсменки мира, Европы. Служат 83-й бригаде. Есть такие люди. Молодцы, передаем привет, желаем прекрасного чистого неба. И, кстати, по поводу еще курьезов, я знаю, что у вас всякое может происходить во время полета. Ну, как, например, купол не раскрыться, да? У нас есть видео по номерам 2. Очень такая неприятная ситуация, но из которой, в принципе, тоже есть выход. Да, вот, пожалуйста, мы видим, как моего оператора при укладке парашюта недобросовестные товарищи, шутники, отвлекали от данного, скажем так. И вот он только набирается, купол. Да, и только, вот только, только он полноценно раскрылся и набрал скорость. Благодаря опыту оператора, в принципе, парашют раскрылся, и ему не пришлось применять запасной парашют. Все просто и забанально, скажем так. То есть до земли оставалось уже не так много времени, но несмотря на то, что парашют был полностью не раскрыт, у него все-таки получилось? Согласно, да, документации и, скажем так, мерам безопасности он открылся на предельно малой высоте в данной ситуации. Вот, в пятках щекотно, да? Еще есть видео по номер 3, с шара вслепую. Это как раз про погодные условия. И к тому, что с воздушного шара вы стали совершать прыжки. Да, у нас здесь вот ребята есть, федерация воздухоплавателей города Уссурийска, очень, скажем так, квалифицированные воздухоплаватели. В данной ситуации мы отрабатывали прыжок на необорудованную площадку в сложных метеоусловиях. Необорудованная площадка это что, поясните зрителям, потому что сквозь облака не было видно, а внизу на земле... Ну, не было обеспечения никакого. То есть не было... Чистого поля не было, я бы сказал. Не было чистого поля наших людей. Были дачи, когда мы уже приземлились, дороги, деревья. Ну и рядом линии электропередачи. Да-да-да-да. Ну, это как бы да. Мы, скажем так, немножко не рассчитывали. Когда мы взлетали, скажем так, в нашем лексиконе есть такое понятие дырка, когда облака достаточно большое расстояние свободного, чистого неба. Вот мы взлетали именно в такой промежуток в облаков, когда вот было чисто. Но когда мы уже взлетели, набрали нужную высоту и над точкой выброски начали уже готовиться к совершению прыжка, облака начали стягиваться. Вот и такое бывает. И в этот момент мы начали, как бы мы запомнили, да, видно было еще что-то на земле. Примерно. Мы приняли решение совершать прыжок, прыгнули. В принципе, все удачно, все живы, здоровы, все хорошо. Я желаю вам только отличных полетов, смелых, смелых товарищей новых, кто будет приходить к вам в клуб. И вот всегда мечтала сказать, но пока я решаюсь, да, спрыгнуть с парашютом, но могу, могу просто сказать вот эти заветные цифры. 501, 502, 503, кольцо, купол. И у нас в гостях был Максим Резников, инструктор по парашютно-десантной подготовке. Спасибо, что вы пришли. Вот. Ну, а мы летим дальше. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok В природе охотник, поэтому в центре стола должно быть обязательно блюдо из мяса. Вот мясо купили. Да, и неважно, это будет говяжий стейк или хорошо прожаренный шашлык из баранины. Домашнее буженино, может быть, из свиньи. В общем, я захотел есть, понимаешь? Желательно, чтобы это было мясо и по возможности на кости. Так вот, друзья, чтобы не стоять в очереди, мы вам подскажем адрес нового торгового центра «Новинка». Ну, как нового вообще-то? Когда-то это был мини-рынок, с 1998 года он работал, потом его закрыли на ремонт и хотели было открыть какой-то другой магазин, но не тут-то было. Жители, близлежащих домов, друзья, даже к депутату обратились, чтобы их любимое место оставили. Сытное вот это место, где есть все-все-все, чтобы его оставили там. И в итоге двери открыты по многочисленным просьбам уссурийцев. Новинка теперь расширяется. И там можно не только купить нужный товар, но и найти работу. Там требуются продавцы, друзья. Поэтому, если у вас есть такая жилка, вперед в «Новинку». Обновленный рынок на Советской 96 теперь стал торговым центром «Новинка». Здесь все приветливые продавцы. Товар свежий. Молочку покупаю, рыбу, хлеб. Продукция у нас и мясо, и заморозка, и рыба у нас в большом ассортименте. У нас продукция никогда не залеживается. У нас товар быстро расходится. В день у нас могут быть по два поступления товара. Очень дешево. Есть вкуснятина от крестьянско-фермерского хозяйства. Блинчики и пельмени. Вот с внучкой приходим. Какие-то овощи посоветуют девочки. Какое-то мясное берем, котлетку, сырок творожной. Всегда служат, всегда на высшем уровне. Почему наши покупатели постоянно довольны? Потому что у нас свежая продукция, свежее парное мяско. Наши полуфабрикаты, котлетки, голубцы, колбасы. Очень-очень вкусные. В торговом центре «Новинка» на Советской 96 миллион фабрикатов и нужных вещей. Бытовая химия, одежда. Есть все до лампочки. Здравствуйте. После длительного перерыва, мы знаем, что с 90-х по 2000-е годы у нас и наша страна, и отряды, естественно, переживали кризис. Поэтому работы не было. И затем опять строитрядовское движение возобновило свою работу. У нас был организован отряд гидротехник и отряд «Надежда» агрофака. Мы пошили форму. Если раньше, вот в 70-е, 80-е годы, там все были такого болотного цвета стройотрядов, и у всех одинаковые, то уже вторая половина отрядовского движения там начали каждый шить себе форму, какая нравится. Мы пошили вот такую зеленую замечательную форму. Вот наша эмблема здесь, герб нашей академии сейчас. Вот здесь вот обязательно должна быть нашивка, что это линейный строительный отряд. Ну и много значков, у кого сколько есть. Вот здесь вот нашивочка краевого штаба студенческих отрядов. А с этой стороны должна быть нашивка названия отряда. Вот это у нас был путинный отряд «Уссурийские тигры». Каждый год у бойца, сколько раз боец в отряд ходил, каждый значок означает год участия бойца в отряде. И вот эти значки означают, что, ну это памятные значки, вот на 40 лет, 45 лет краевого штаба награждались студенты, которые проявили себя в чем-то. Они награждались такими значками. Ну и вообще студенты собирали вот значки. Может быть с кем-то менялись значками, значки других вузов здесь могут быть. Награды какие-то, если получали застрой отрядовское движение, награды, то тоже сюда вот приклеивали. Вот такая замечательная форма была у нас. Ну и понятно, что вот здесь мы пришивали свою наклейку, что это наша Приморская сельскохозяйственная академия. Друзья, пора, пора, порадуемся. Если в 1949 году, 26 декабря, в Ленинграде родился Михаил Сергеевич Боярский, то мы снимаем шляпы перед уссурийской жительницей. Руководитель фериала номер 6 Государственного учреждения Приморского регионального отделения Фонда социального страхования. Ирина Викторовна Кутакова, с днем рождения вас! Счастья! Пусть все будет в удовольствии. Повторы, друзья, нашей программы смотрите в 12.10, 19.30 ровно в полночь и на сайте телемикс.тв в любое время, друзья. Подписывайтесь на нас, аккаунт в инстаграм, наше все нижнее подчеркивание.тм. Нам было очень приятно провести с вами время. Не переключайтесь никогда и никуда. А скоро встретимся. Сморо увидимся, да. Все время смотрите телемикс. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все, только начинается, это наше все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...